То есть, когда тебе заплатили рублями, а не едой. И он приходит ко мне ночью, когда все уже лили спать. Ну, я проклял всё на этом свете. Моими пальцами можно только микрофон держать. Придумал для себя, что я сыну не покажу, что существует лего. Потом едут на набережную вешать замок, который потом ржавее там висит, и непонятно, что с ним происходит. Потом они едут к Алёше, вот. Мы потеряем с тобой много заказов. И вот ты идёшь мимо этого бутика уже с ботинками с новыми. С бакетом. Смотрит типа. Ну ты чё, ты же сказал, зайдёшь. Я прошёл сквозь кафешки и столовки на западном. А сейчас тост за хороших видеографах. Блин, вышло не чокаясь, прости. Всем привет, добро пожаловать в подкаст «Что-то новое». Привет. И у меня новый гость. Да, неудобно, когда ты не держишь микрофон в руках. Давай, отпусти, сделай, как тебе удобнее будет. Не-не, мне удобно. Всё, я имею в виду, что непривычно, что он висит в воздухе. Отлично. Обычно ты его держишь вот так. Давай, представься и расскажи, кто ты. Меня зовут Дима, я ведущий. Всё, достаточно. Как давно ты ведущий? Ну вообще, я так считал, что первое мероприятие за деньги, то есть когда тебе заплатили рублями, а не едой, это было 2014 год, свадьба. Или нет, даже может быть выпускной, типа такого. А так впервые что-то провёл, это была свадьба сначала брата-друга, потом свадьба моего брата, и всё это было, типа, вот проведите, мы вас покормим, вы же КВНчики, эй, вы же умеете, давайте там туда-сюда. Я правильно понял, ты из КВНа пришёл? Нет, конкретно сейчас с улицы, но в целом... В индустрию? Да, да, из КВН. Была студенческая команда, как только я поступил. У неё много названий. Начиналось всё с того, что команда первая была, сейчас скажу не так, и мне пацаны обидятся, а нет, ой, я всё, я вспомнил. Сначала была команда КВН, назывался она Позитив. Ну, здорово, ты креативник. Позитив, потом была команда КВН Дежавю, называлась она вот прям так, Дежавю. Но в моменте, когда у нас была команда КВН Дежавю, параллельно с этим в высшей лиге играла команда КВН Дежавю из Нерингри, из Якутии. И нам сказали, типа, ну, нельзя так, есть такая команда, вышки, они такие, да ладно, ничего себе, а интернета же особо не было тогда. Ну, какой-то КВН смотрели мы, но мы не придавали значения тому, что так нельзя. И появилась команда Эффект Дежавю. Мы изменили название. Ребрендинг. Вообще жёстко. Потом, ну, команда была сначала, как это бывает в студенчестве, 15 человек, потом 10 человек, потом 8 человек, и вот остаётся там человек 5, и у нас появляется, ну, скажем так, для меня финальная команда, это команда Магнум. Пау-пау. Вот. Ну и всё, а потом появилось желание зарабатывать на том, что умеешь, и я начал вести. Вот. У тебя, кроме этого, ничего не хотелось? Уйти в какую-то сферу? Может, какие-то мечты, может, ты хотел? Да, мечты хотел вести, праздники. Да? За деньги, конечно. Ну, то есть других не было? Нет, я работаю. Рисовать гонщикам, там, я не знаю, строителям, милиционерам не хотелось бы? Ну, я, нет, вообще по образованию я юрист, вот. И если бы меня взяли в армию, я бы пошёл, вот, как ты сказал, милиционером, потому что у меня отец милиционер, там, дядьки, много кто из этой сферы. Ты нарушил денностью? Да, потому что меня не взяли в армию. Почему? Почему не взяли? У меня спина болит. Вот. А если тебя не берут в армию, ты не можешь после юриспруденции, ну, вообще, ты не можешь, типа, служить в полиции. Короче, когда на тот момент ещё я, может быть, какое-то минимальное желание было быть милиционером, тогда была ещё милиция, и она не была такая, как сейчас. Она была ещё какая-то наполненная лёгкой долей романтизма. Типа, милиция, вау. Плюс отец там всю жизнь этим занимался, и всё такое. А потом меня не взяли в армию, мне нельзя идти в полицию, и поэтому я нашёл своё призвание, и не в юриспруденции вообще. То есть я ни дня не работал по специальности, к сожалению, или к счастью. Вот. Интересно. Ну да, вот так. Слушай, и расскажи, твоя сфера деятельности связана с людьми, с работой с людьми, и у нас прекрасный год сегодня. Надо так сделать. Да, кавычечки. Как у тебя он проходит? Поделись опытом. Ну, начинался-то он великолепно, с планами, с целями, с мечтами о Таиланде. Куплены уже были билеты на самолёт. А ты уже даже всё купил? Жильё. Мы должны были ехать несколькими семьями, большая тусовка с детьми, там дом большой, бассейн двухэтажный, ну, в смысле дом двухэтажный, бассейн большой. Всё такое. До последнего момента мы думали, что всё это... Ну, нет, и, конечно, цели в плане работы тоже были, это я имею в виду, в совокупности. Начиналось всё окей. В апреле сказали, никак нельзя вам лететь. Мы такие, блин, отстой, печально. А ещё потом сказали, что нельзя ничего, корпоративы никакие проводить, свадьбы, юбилеи, и вообще стало печально. Вот. Ну, первое время было надежда на то, что вот завтра это закончится, вот сейчас это закончится, вот сегодня это закончится, вот сейчас скажут, всё, можно, а и вот по сей день ничего не закончилось, к сожалению. Что думаешь, как дальше? Мир будет прежним или уже нет? Вообще, хотелось бы меньше на эту тему говорить, если честно. А он тебя расстраивает? Да, мне кажется, это уже мавитон такой, говорить о коронавирусе, он всех уже бесит, половина уже переболела, но бы ты не знаешь. Да, но я просто смотрю, мне важно, как люди выкручиваются из этой ограничительности. Я скажу, как вложа руку на сердце и без лишней доли вранья там и чего, у меня жена работает, слава богу, на нормальной работе, где раз в месяц, два раза в месяц получает деньги, работает, и даже несмотря на то, что когда были вот эти вот всероссийские выходные месяц, типа Путин сказал, на работу не ходим, там дальше там сами как хотите, она не ходила на работу, но при этом получала зарплату. Вот, и плюс у меня, у нас были какие-то накопления определенные. Подушка. Ну да, она даже сейчас еще, ну как бы не закончилась еще, но ее надо пополнять, это как семейный бюджет, там должен быть оборот, она не должна только тратиться. Иногда она пополняется, где-то какие-то работы, я какую-то работаю, но в основном можно сказать, что сейчас на вот этот неопределенный период нашим добытчиком не основным, но весомым стала жена. Ну это здорово, что есть такая... Вообще большое спасибо, она молодец. Я, ну как, не люблю работать вот в офисе, там 10 часов, там пришел, сел, кофе сделал, поработал, ушел вечером. Хочется больше творчества, больше двигаться, там, всем, тут, здесь, пято-десято. Скажи, как сочетается ты, творческий, и твоя супруга на работе, стабильно, со всем, как вы общий язык находите, поделись, потому что мой опыт, мы оба творческие, а вот как у вас происходит? Ну, есть определенные разногласия, да, иногда, потому что, ну, самый банальный пример, мне иногда, чтобы там поработать над каким-то проектом, например, написать сценарий условно, возьмем базис, написать сценарий для мероприятия. Я не могу его делать днем, писать его днем. Ну, вот, солнце светит, хорошая погода, приставка стоит, там, так и манит к себе, да, условно, ну, да. Еще какие-то нюансы, и вот, ну, нету вот, какое-то вот это банальное слово, вдохновение, все думают, наверное, многие думают, что это какой-то вымышленный персонаж, да, Нет, он не существует. Вот, и он существует, и он приходит ко мне ночью, когда все уже лили спать, я понимаю, что у меня нет иного выхода, как сейчас это делать, я сажусь, делаю, и тогда прет, и получается, и хорошо, и вот, и это как раз-таки то самое разногласие, потому что ночью я там что-то шебуршу, что-то там делаю, свет от ноутбука горит, или хожу там по комнате, еще что-нибудь, а ей с утра на работу, мне это тоже с утра вставать, надо сына в садик отвезти, но я-то могу открыть глаза и на автомате все это сделать, а ей как бы идти на работу. В последнее время, в последний месяц, ей идти на работу не так далеко, это на кухню, потому что ее перевели на удаленку, но все равно как бы спать-то ей надо, вот, а я ночью работаю, вот, это первое разногласие, ну, а в остальном, в принципе, она принимает мою работу, такой, какая она есть, и принимала КВН, когда мы там с пацанами ночами штурмовали, я приходил домой там поздно, или вообще не приходил, такое тоже бывало, потому что мы были заняты написанием юмора, и вот она это через какое-то свое отрицание, с одной стороны, но с другой стороны принимала, что вот, ну вот так вот, значит, он живет, так он делает. Это здорово. Ну да, но у всего есть свои границы, и я пока еще не знаю, достигли мы их или нет, но надеюсь, что все так и останется. А тебе комфортно? Что именно, работать, ну вот, что там вот это все. А, с ней по графику? Ну то есть ты с ее стороны так описал хорошо? Да я думаю, что мне-то и вообще в ее работе все полностью устраивает. Конечно, она, ну я знаю точное расписание, да, допустим, я знаю, когда мы можем что сделать, ну, вообще, конечно, чаще всего она планирует какие-то семейные дела, вот, и я нахожу время для них, для этих семейных дел, чтобы у меня не было там встреч, мероприятий, выходные, естественно. Вот еще одна боль, моей профессии, да, как ведущего. Если все нормальные люди на выходных отдыхают, для них выходные, это выходные, у меня, особенно летом, выходные, это работа. И, соответственно, летом, так как свадебный сезон, я не могу поехать в отпуск с семьей, и мы ездим либо весной, либо осенью. А у нее отпуск, плюс-минус, она может выбирать, но она бы иногда, типа, хотела летом. Но иногда я отправляю летом ее с сыном куда-то на большую землю, чтобы они съездили к родственникам или что-то еще такое, то есть такое тоже было. То есть я летом здесь работал, а они куда-то учали в отпуск. Вот, вполне. Ну вот, это такая тоже боль, но это не то, что я жалуюсь, что выходные для меня, это работает, как бы окей, но иногда воскресенье просто это такой полный день семьи, я называю его, то есть стараюсь отменять встречи, дела какие-то, высвобождать его полностью для семьи. Такая же история у меня. Потому что так ты вообще не чувствуешь. Ну у тебя дети уже хотя бы большие. Ну да. Да. А моему сыну 4 года. А, ну они много внимания требуют. Ну я хочу ему внимания даже больше там. И он, конечно, требует, но и мне хочется ему давать свое внимание, потому что он-то растет, все, не хочется проглядеть все такие важные моменты, важные этапы в его становлении, в вырослении. Согласен. Хорошо, у меня это уже все прошло. У тебя уже что-то в школу там заканчивают, да, уже? Один же закончил уже? Один закончил, ему 19-й год. А дочь 14-й год. Ну короче, тоже уже 9-й класс, да? Да, да, да. О, огонь вообще. Так что у меня немножко... У меня теперь новые проблемы. С возрастом проблемы только увеличиваются. Почки болят, печень, что? Нет, нет. Что? Ну и какие еще? Деньги? Шмотки? Ну им, детям. Да, да. Ну че пацану 19 лет уже пойдет работать. Ну то есть запрос уже совсем другие, телефоны, все, что... Ну в основном все в деньги. Слушай, если ты думаешь, что обеспечить 19-летнего или 14-летнего подростка дорожи чем 4-летнего ребенка... Нет, я знаю, я знаю, сколько стоит обувь на ребенка. Да, крен с этой собою, игрушки сколько стоит. Он такой, типа, вот у него день рождения скоро, и он увидел в торговом центре большая машинка щенячьего патруля. Ну, щенячий патруль, мультик, и там большая машина гонщика. Вот эта дрянь пластиковая стоит, если без всяких скидок на каких-то сайтах, короче, 12 тысяч. Ну можно, я не знаю, шестерку взять поддержанную. На ходу. На ходу, понял. Покрасить ее в синий цвет, написать щенячий патруль и сказать, это очень большая машина гонщика. И ты еще можешь нет-нет на ней какие-то дела решать. Да, да, да. Вот. И вот это вот без скидок она стоит 12 тысяч. А со скидками, конечно, подешевле и все такое. Мы нашли там вариантик, но вот такие цены. То есть. Ну да, Лего видел, сколько стоит. Слава богу, я не хочу, я придумал для себя, что я сыну не покажу, что существует Лего. Если мы приходим куда-то в гости детям и там есть Лего, я стараюсь его спрятать, чтобы он не видел и ему это не понравилось, потому что, а, это вообще бесячая хрень, валяется по всему дому, ты ходишь по нему. У меня у друга сын уже, какой, первый класс или второй ходит, вот он Лего увлекается, у него не хватает терпения, ну, у друга, чтобы постоянно ему напоминать о том, что надо за собой убирать это Лего. И плюс это Лего надо постоянно обновлять, покупать новое и все остальное. И мне сыну подарили маленький только наборчик, и не Лего Дупла, а Лего именно. И вот я час его собирал, маленький летучий корабль, такой летающий, космический. Ну, я проклял все на этом свете. Моими пальцами можно только микрофон держать, я не умею вот это все мелкое делать. Мелкая моторика не летит. Вообще нет, да. Поэтому Лего, забудь, сын своего Лего, я тебе его не хочу, не желаю зла тебе. Я желаю тебе только добра. А вот скажи, какие планы на будущее, работу, ты остаешься в этой сфере, или у тебя есть какие-то мысли? Нет, ну, я-то еще молодой. В плане возраста ведущих я еще нормально. А есть какая-то градация? Ну, условно, допустим, ну, нет, просто ты должен сам для себя оценить, что когда тебе уже 45, или 40, да, и тебе нужно выходить к людям и вести с ними диалог. Есть определенная публика, на которую ты зайдешь в таком возрасте, да, и есть примеры яркие топовых ведущих в Москве, которым, ну, что-то примерно там 40 с хвостиком, да, но они такие классные мероприятия ведут, самые дорогие, самые космические, за границей, везде. Но это такие люди, они вот такие, есть, а я не вижу себя там 40 лет, когда мне будет, да, в профессии ведущего, но пока мне только 29, в принципе, я и что-то там по молодежному чуть-чуть понимаю, могу выпускной провести, да, ТикТок, ТикТок, да, там, ТикТок, эй, там, это, Деп, ну, не знаю, там, я стараюсь, а очень быстро все меняется, новые тренды появляются, ты каждый год, каждый год ты такой с ума сходишь, от того, блин, господи, что они вообще, о чем они думают, что они делают, и стараешься чуть-чуть, капельку этого внедрять, только выпускной, самую малость, остальное вроде делаешь все, в принципе, на другой немножко волне, и нормально, и как бы я и могу там и бабушке 70-летний юбилей провести, да, ну, то есть Муслима Магомаева, ей там включить любимого, да, кого-нибудь исполнителя, ну, то есть понимаю и тех, и тех. Контакты есть. Да, поэтому пока еще нормально себя в этом плане чувствую, все окей, заказы есть, ну, хотелось бы больше, как и везде, хотелось бы, чтобы они были качественнее, это многим хочется, у нас город немножечко отстает вообще в этой сфере, ну, наверное, даже по сравнению с Сургутом, например, в ближайшем наш город маленько отстает, видимо, у нас не хватает какого-то такого, какого-то движущего, какой-то движущей силы, чтобы людей приучить к более качественным праздникам, вот, все хотят по стандартам, типа, какого роще. До сих пор люди иногда на свадьбе, если мы сейчас поговорим о конкретном свадьбе, до сих пор люди придумывают, что зимой, в минус там условных 20, они в 10 утра поедут в ЗАГС, из ЗАГСа они потом поедут в парк Победы, к солдату, который лежит памятник, ну, во-первых, зачем тебе в день своей свадьбы ехать к памятнику солдат, вообще большой вопрос, потом едут на набережную вешать замок, который потом ржавее там висит, и непонятно, что с ним происходит, потом они едут к Алёше, вот. Мы потеряем с тобой много заказов. Ну, не, у меня в целом время таких, ну, нет, или я, ну, я им так же объясняю, зачем вам это надо. Я тоже самое говорю, особенно Алёше. Вот, Алёша, и потом, допустим, в лес, ну, ладно, в лес еще, и вот, и они целый день вот это вот делают, и потом приезжают там в 5-6 часов ресторан, умотанный, уставший, и вот у нас, да, такие все еще есть. Они потом заходят в тепло, кушают, и с ними уже ничего не сделаешь. Не, я могу с ними что-то сделать. Вот. Отлично. И вот все, и то есть люди немножечко вот как-то живут тем еще прошлым. Что бы ты порекомендовал мне и вообще индустрии? Куда двигаться? Что делать? Ну, нет, давай для начала нужно же выяснить, какие у тебя есть, ну, недовольства, то есть ты говоришь, что делать? Нет, вот к примеру, как нам объединиться, чтобы мы перестали ездить по морозу, вот на эти памятники, то есть чтобы это было с организатором, с ведущим, чтобы вот, что нужно сделать? Как ты думаешь, какие нужно предпринять движения? Ну, наверное, нужно людям показать, как можно делать. Вот, у нас так привыкли все, ну, по крайней мере, по ведущим, я не знаю, я честно, это не только про всех, и про меня в том числе, я не знаю ни одного ведущего, у которого есть у нас в Артиске нормальное промо-видео. Ну, то есть ни у кого нету. А что мешает? Может быть, они думают, что у них есть нормальное промо-видео, но нету ни у кого нормального промо-видео. Нету ни у кого нормальной презентации, нет ни у кого нормального сайта. Инстаграмы более-менее там у кого-то что-то есть. Я про себя вообще молчу, у меня абсолютно ничего этого нету. Что мешает? Мешает зона комфорта, потому что у нас 90% заказов, ну, примерно, ну, так скажем, 70-90% заказов, это сарафанное радио, то есть ты вел свадьбу у друга, там была твоя следующая невеста, увидела тебя, такой, классный ведущий, и зачем мне искать кого-то еще. А я вот на последних нескольких встречах, вот у меня было там штук 5-6, да, ко мне приходили молодожены, и я спрашивал у них, скажите, а вы только со мной встречаетесь или с кем-то еще? И они говорят, ну, вообще только с вами. Я такой, нет, давайте лучше сделаем по-другому. Вот еще ведущий, вы там наверняка... Ну, я также рекомендую всегда, чтобы был выбор. Найдете контакты, да, вы, пожалуйста, сходите ко всем, а вот после этого вы, допустим, возвращаетесь ко мне и скажете, «Дима, мы работаем только с тобой», для меня это будет, ну, вообще лучшей оценки моей работы, да, потому что я понимаю, что вы пообщались с 5-ю людьми, из всех пятерых, вы выбрали меня не потому, что вы только меня знаете, и видели только меня. Это очень круто. А потому что еще и на встречах вы, ну, там, вы поняли, что как бы я вам подхожу. Ну, и наоборот, если не подошел, то лучше они будут останутся довольны, чем будет нестыковка такая. Да, и вот я так несколько раз уже делал, я до этого так не делал, потому что, ну, может быть, мне вот важно было там куча заказов, чтобы мне было там все лето забито. Ну, денежные оставляющие тоже немаловажно. Это такое эго ведущинское. А, да? Даже так? Типа, стрёмно сказать, что у тебя летом свободная пятница. Понял? Ну, я тебе понимаю, о чем ты говоришь, но мне попроще. тебе нужно сказать обязательно, что у тебя вообще все. все пятницы забиты, в субботу там. Да, а сейчас я понял, что ничего там стрёмного нет, типа, если тебя не выбрали. Вот. И вот только на шестой год, я считаю, к этому пришел. И вот одна пара, допустим, я им так же сказал, сходите, пожалуйста, еще к ведущим. Они такие, да, да, мы планируем. Я такой, обязательно сходите, вот со всеми пообщайтесь. Если вы потом ко мне придете, будет классно. Если нет, ничего страшного. И вот они сказали, ну, вот мы выбрали другого ведущего, как бы я такой, все, ребята, удачи, все окей, все нормально. Да, это отлично. Мне, ну, я не знаю, со стороны заказчика, может быть, у них есть психологическая такая история, что мы вот к нему ходили на встречу, мы потратили его время, как мы ему откажем? И боятся многие сказать. Просто теряются, ничего не пишут. Ну, есть такие, но мне кажется, их не так много, потому что большинство людей, как бы, мне кажется, 50-50 все равно эти. Это, знаешь, это как условно, это как по рынку ходить, и когда ты заходишь там в один бутик, ты говоришь, ну, сейчас мы еще походим. Я так тоже делаю иногда. Да, да, мы еще к вам походим, ну, в детстве было особенно, да, мы сейчас походим, а потом еще, а потом вернемся к вам, да, если ничего не найдем. И вот ты идешь мимо этого бутика уже с ботинками с новыми, он на тебя так смотрит, ну, ты что, ты сказал, зайдешь. Это реально, я сейчас переживаю этот момент. Вот, и, ну, стараешься как-то не смотреть на него, вот так. Да, да, ты разговариваешь, да, спасибо, классно, обувь, до свидания, типа, вообще не обращаешь на него внимания. Вот и так же, наверное, у нас, потому что у нас такой же рынок, по сути, вот, есть ведущие подороже, есть ведущие подешевле, есть получше, есть похуже, есть отдельный там условный, вообще, пласт ведущих, это, ну, те, кто, старые школы, вот, старые школы. Холл-скул. Да, я к ним абсолютно нормально отношусь, у них есть свой клиент, и они прекрасно работают, профессионалы, но в своей сфере. У нас просто немножко формат другой. Именно у нас это, ну, типа, плюс-минус современные ведущие, если так можно нас назвать. Ну, кстати, хотел отметить, что для нашего города, небольшого, относительно небольшого города, у нас очень много ведущих. Перенасыщенных, мне кажется. Ну, не то, что перенасыщенных, но прям много, пацанов, парней, ну, есть девчонки, две конкретные девушки, классные тоже ведущие, но, да, я знаю, это можно с фамилией сказать. Так, а почему нет? Это Наташа Соболенко и Катя Шпаренко. Это вот две девчонки. Я думал, ты меня сейчас чем-то удивишь. Типа, ну да, соглашусь. Лариса Иванова, да? А такая, по-моему, есть. Да? Ну, что-то мне пришло в голову такое словосочетание. Ну, пусть будет. И вот, и получается, они прикольные, мне нравятся тоже, как они работают. Но они потому что держат на пульсе руку и прям всегда в тренде. Да, и, казалось бы, это немножко тоже, ну, немножко другой виток. То есть у нас вот пацанская какая-то тема, то есть пацаны ведущие, парни ведущие. Зачастую даже есть конкретное пожелание у заказчика, не только свадебных, но и корпоративных. Нам нужен ведущий парень. Вот, это, типа, такое требование. И вот в этом плане некоторые девчонки ведущие страдают, потому что, типа, блин, всем нужен только парень ведущий. И вот им приходится еще сильнее рвать, что рвут девушки? Ну, не суть, им еще сильнее приходится рвать и метать. Ну, нет, опыт. Вот, чтобы, ну, как, находить свою аудиторию, потому что у парней ведущих заранее есть какое-то кредит доверия чуть больше, чем у девушек ведущих. Это не только мое мнение, это мнение индустрии в целом. Вот, то есть я слежу за тем, что происходит в мире свадеб, ивента и всего остального, и такое мнение бытует. Вот. Я понял. Так, ну, ты особо советы мне сильно никакие не дал. А, ты совет хотел? Да. не то, что мне, в общем, чтобы было, ну, как-то, чтобы ты поменял, чтобы ты сделал, чтобы... Слушай, мне кажется, если бы я знал, что делать, я бы это уже сделал. Ну, мне кажется, что многие знают, но ленятся. Я знаю, что нужно сделать. Вот, только ленятся. Что? Нужно свалить из этого города нахрен. Это самый простой способ. А как сделать, поднять этот, как сделать в этом городе? Сургуте же вывозят, делают, ты сам сказал. Смотри, я могу отметить точно одно, что в Сургуте вывозят отлично в плане частного направления. Именно свадьбы, юбилеи, там есть там пара-тройка агентств очень крутых свадебных, декор, организация свадьбы. Есть там условные там пять крутых ведущих, и вот они эту индустрию как бы... Задают тренды этой индустрии. Вот, может быть, потому что у них есть как раз-таки между собой какое-то единение. Вот, то есть они работают не то чтобы вместе, но они двигаются, по крайней мере, в одном направлении. Никто ни у кого, ни на кого... Никто не перетягивает одеяло на себя, все там прекрасно друг от друга отзываются, все друг друга любят, у них тусовки там постоянно какие-то совместные. Но бить все равно объединяются. Да, и вот, может быть, общим таким вот кулаком они и пробивают вот эту вот стену того, что люди не понимают, что нужен более качественный праздник. Это раз. Во-вторых, может быть, в Сургуте запросы у людей другие. Чуть-чуть по развитию во многом. И в-третьих, если брать частные направления, что еще хотел сказать? Ладно, не знаю. Но, допустим, если брать корпоративное направление, там все немножко по-другому. Там есть тоже два-три агентства, например, которые занимаются корпоративами, но у нас лучше намного занимаются корпоративами, потому что вот даже если взять, например, Кати Думенко, например, мы с ней ездили в Сургут, чтобы для салона натяжных потолков, шоурума натяжных потолков организовать бизнес-встречу с клиентами. То есть в Свартовска мы на часовое или там двухчасовой мерпятие мы ездили в Свартовска в Сургут, чтобы организовать там. Ну и плюс там есть нефтяная сфера тоже, и у них сделано так, что, допустим, вот у них есть там большая корпорация Сургутнефтегаз, и у них есть свой дворец искусств. Вот у Сургутнефтегаза есть свой дворец искусств, и они там организовывают мерпятие, и сотрудники дворца искусств организовывают эти мерпятия. Им не нужны ивент-агентства, им не нужны организаторы, у них есть все свое. Но в частном порядке иногда там профсоюзы обращаются даже к нам в Нижний Вартовск, к ребятам из Варигут, например, и они ездят на мерпятие туда. Это здорово. У нас в Вартовске, вот опять же, ну взять, наверное, я возьму агентство Варигут, потому что я там много работал и знаю всю кухню изнутри, они ездят по всему ХМАО, они ездят в Сургут, Пытьях, Нефтьюганск, для компаний проводить мероприятия по ХМАО. Ну здорово. Потому что в Сургуте, допустим, нет такой, вот они как раз таки, агентство Варигут, они тот самый кулак, который у нас в городе пробили стену вот этих вот качественных корпоративных мероприятий. А по свадебному направлению, частому направлению, пока эта стена такая очень крепкая, очень не сломанная пока. Да, да, не пробитая так сильно. Вот, ну это, поэтому возвращаясь к тому, что тебе делать, сваливай нахрен из этого. Ладно, шутим. Надо, наверное, что делать? Ну вот ты начал подкаст делать, такого никто не делал. Ну, по крайней мере, из мне знакомых людей. Это классно. Причем качественные подкасты, я их не смотрел, но... Ну, отлично, это нормально. нет, смотри, не смотрел, потому что, ну просто, может быть, не было интересных мне людей. Это нормально. Вот, да, но картинка, но качество, но вообще уровень контента, он уже на превьюшке там в Инстаграме заслуживает внимания того, чтобы ему поставить лайк и хотя бы вот этот короткий там 30-секундный эпизод посмотреть. Спасибо. И ты такой, типа, ну, наверное, это плюс-минус не Лартос, что-то прикольно. Ну, как-то все упирается в людей. Картинку я сделал, звук я сделал, все остается. И плюс к тебе приходят хорошие люди. Да. Такие, как ты. Ну, я не при себя хотел сказать, как Марселя. Марселька тоже хороший. Вот. А так, ну, что делать, что делать? Работать ежедневно, и ежечасно работать над собой, искать команду единомышленников, которые... У нас были попытки, правда, были попытки создания вот такой вот команды единомышленников, ведущий, фотограф, видеограф, какие-то тусовки хотели сжать. Даже я пытался, но все это, вот, Она почему-то сыпется все. Сыпется, потому что, допустим, опять же, по себе могу сказать, да, когда меня вот в такой круг приблизительно запускали, типа, вот у нас там что-то это, то-то-се, я такой, типа, да нафиг вы мне нужны, я хочу сам по себе все это делать, я не хочу с вами связываться. Но спустя вот некоторое время я понял, что, а что я так делал, зачем я так делал? И первое, когда... Не, не эго, это не эго, я, в принципе, в плане работы не очень эгоистичный человек, но это, это, а не эго, подожди, получается, да. Я такой, ну, пример расскажу, вот, такого взаимодействия, допустим, в году, каком, наверное, 14-м, 15-м или, да, наверное, так, 14-м, 15-м, 16-м, плюс-минус, у нас в Артовске появилось первое свадебное агентство, то есть, Алина Лобанова, это свадебное агентство, скажи громче, Династия, естественно, я помню. Да, было свадебное агентство Династия, оно появилось самое первое в нашем городе, адекватное свадебное агентство, то есть, там была девочка-организатор, у нее были координаторы, у нее были декораторы, и все остальное, и на начале, вот как они начали приглашать меня как ведущего, допустим, на свои мероприятия, мне молодожены говорили, у нас будет организатор, там, агентство Династия, я в том, в своем пятнадцатом году не понимал, типа, я говорю, зачем вам организатор, зачем вы тратите лишние деньги, вы что, не можете сами все организовать, вот, и я маялся ерундой по факту, потому что мне казалось, что я один как ведущий могу на площадке сделать все, там, условно, проверить, чтобы был готов звукарь, чтобы были накрыты столы, чтобы там это, света, и света тогда еще не было, это был пятнадцатый год, чтобы каравай стоял, чтобы все было готово, и я такой, типа, девчонки, вы мне только мешаете, ну, про себя думаю, да, естественно, я им так не скажу, и мне не нравилось работать с агентством, они это все хорошо делали, но мне казалось, что они зачем-то... Ты не принимал. Да, я их не принимал, я их оторгал внутренне где-то, и мне было не по себе. Одна, вторая, третья, четвертая свадьба, и там, условно, на какую-то десятую свадьбу, и плюс, послушав мнение коллег из других городов, побывав на форумах, я наконец-то для себя понял, что если свадьба, то с агентством это огонь. Да, Тогда нет. Да, оно столько закрывает. Тогда нет, сейчас да, и сейчас я мечтаю о том, чтобы в нашем городе было не одно агентство, оно по факту сейчас такое действующее, свадебное, которое позиционируется вот так основательно свадебное на одно, стайл-вединг, вот, есть еще какие-то там организаторы свадебные конкретно, но они не, ну, как без бренда, там есть девочки отдельные какие-то там сами по себе, и вот хотелось бы, чтобы все свадьбы были с организатором, с агентством. Вот в Сургуте как раз таки у хороших ведущих, у них практически каждая свадьба с организатором. Есть исключение, в сезон, там может быть, не знаю, процентов 30 без организатора, 70 с организатором. У меня ровно наоборот, 30 свадеб с организатором за летний сезон, 70 без организатора. Вот. Хотелось бы, чтобы было все с организатором, потому что все у нас становится намного качественней. Лучше. И мне, ну, это как бы не столь важно, но и мне лучше работает, да, как бы. Молодоженам, по идее, без разницы, как я, как мне, ну, типа, их комфорт не должен, мой комфорт не должен их волновать, по идее. Я должен для них сделать работу, все остальное. Нет, ну, если ты комфортно чувствуешь, что у тебя легче делать работу, тебе не надо за зукарем следить. Я в этом плане я универсал, потому что я прошел сквозь кафешки и столовки на западном, вот, поэтому я все вообще могу и выкрутиться из любой ситуации. Пару поминок? Нет, не было. Не было? Ну, однажды чуть во время свадьбы не наступили, но, да, я шучу, нет, ничего не было. Вот, и поэтому мне как-то проще в этом плане. Я могу в любой обстановке настроиться и, как бы, сделать результат. А вот работа с агентством намного лучше, ты качественнее проходишь свадьбу и молодоженам намного комфортнее. Вот что самое главное. Агентство создано для того, чтобы молодожены кайфовали в день свадьбы. Они мучились с вопросом о том, где мама, почему она еще не приехала, где гости, а куда это поставить, а кто торпи везет, а кто алкоголь завезет, а кто отвезет потом еду домой, там, условно. Ну, много нюансов, которые молодожены сами решают в день свадьбы, а если есть агентство, забываешь об этом напрочь и просто отдыхаешь, просто получаешь удовольствие, а не мучаешься вопросами, кому делегировать это, то, то пятое-десятое. И гости тоже отдыхают. Подведем итог. На свадьбе нужно агентство. Ну, организатор, да. Организатор обязательно. И наша индустрия должна объединяться. Нужен организатор и хороший ведущий, и хороший видеограф, и фотограф. Тост. А сейчас тост за хороших видеографов. Блин, вышло не чокаясь, прости. Это все-таки напоминка в отрабатывании. Да, ну, вот, я повторюсь, для того, чтобы индустрия развивалась, нужен какой-то кулак, костяк, который вот пробьет эту невидимую стену. Короче, нужно молодоженам и клиентам сделать так, чтобы у них не было выбора. Только либо качественно, либо никак. А у них есть выбор сейчас в нашем городе. Да. Либо качественно, либо дешево. Вот. К сожалению. Есть такое. Ну, ладно. Как бы окей, да. Да. Давай вернемся к тому, к теме, что ты будешь делать после 45. А мне будет 46. А кем ты будешь? Кем я буду? кем ты себя видишь? Ну, не знаю. Не думал? Нет, не хотелось бы сейчас думать об этом. Вот правда. У меня было хорошее настроение, когда я сюда зашел. А что ты начинаешь? Все же нормально было. Сидели, болтали. Кого-то обсирали, кого-то хвалили. Все хорошо было? Все нормально. Так, это ты не рассказал. Давай тогда поговорим о том, о спорте. Занимаешь ли ты спортом? Я занимаюсь спортом очень импульсивно. Что я под этим имею в виду? Бывают периоды в моей жизни, когда я такой, блин, над спортом заниматься. Я бегаю. Вот. И это длится две недели, а потом год я не бегаю, получается. И вот. Потом опять две недели бегаю, и вот. Иногда в футбол играю в зале с пацанами там. Ну, тоже какая-то нагрузка физическая. А так, типа, основательно заниматься спортом вот не лежит мне на душу. Вот. Питание, спорт. К сожалению, у меня сейчас там 99-100 вот так вот колеблется, и... Ну, если было бы какое-то там средство... Таблетка. Да, таблетка. Я бы обязательно ее купил. Увлечение. А ты в Соньку играешь? Еще в Китейсе увлечение? Блин, это не увлечение. Нет? Это просто время пробуждения? Тут расслабиться. А хобби есть какое-то? Слушай, ну, так вышло, что это, конечно, опять же, такая очень популярная фраза, да, заезженная, но типа, работа это и с хобби, она приносит удовольствие, и она приносит заработок, и, соответственно, оно все вот так перемешалось. Если брать, ну, конкретно хобби, ну, футбол получается. Я люблю футбол, я люблю футбол играть ногами настоящими, ногами компьютерных игроков, и смотреть футбол, болеть за футбол, и, к сожалению, вот был матч Россия-Сербия недавно, наши поиграли 5-0. Я не слежу. В честь этого у меня потолок начал плакать, потому что у меня залили соседи, и я думаю, что это было как-то связано. Он начал мироточить. Карман. Да. Ну, в общем, да, футбол получается хобби, очень хорошее хобби. Ну, понятно, там, не знаю, что хобби еще, что еще. Типа, что? Мне нравится заниматься, изучать для себя основы какого-то, я не знаю, как это правильно называется, наверное, в первую очередь надо узнать, как это правильно называется, чтобы потом говорить. Основы продакшена, видеопродакшена. Приходи, тебе покажу. Не, я умею в Final Cut работать. Ну, что тебе еще нужно? Вот, ну, в смысле, мне нравится дизайном там, условно, самому, короче, заниматься. Типа, я как-то себе визитку сам разработал, но она не дошла до печати, потому что нахрен визитки вообще, да, в целом. Вот, сайт пытался себе там на каком-то, на какой-то платформе делать. Там, недавно себе презентацию, наконец-то, сделал в PowerPoint, но она записана как видос, ее можно скидывать заказчику, они такие, вау, прикольно, красиво. Это благодаря тому, что я, вот сейчас время, когда есть свободное, я занимаюсь обучением, там есть марафон ведущих, где классный дядька ведущий, очень классный мужчина ведущий учит нас, менее опытных ведущих, как нужно красиво себя презентовать. Вот, я сделал себе презентацию, она мне понравилась, и вот таким я люблю заниматься. Хобби вот такое у меня. Или, допустим, есть какой-то проект, там, какой-то корпоративный заказ, да, какое-то минимальное дизайнерское решение оформления, я могу сделать со своими руками на основе, там, уже готового бренд, бренд, шаблон, да, вот сделали под конкретное мероприятие брендбук, да, где, что, какие элементы используются, а, допустим, там, для своей какой-то активности, презентации, я использую эти элементы, сам их делаю, то есть мне это нравится, не потому что, типа, ну, денег жалко, там, да, дизайнер, там, это немного стоит, мне вот хочется самому это сделать, мне это нравится, вот, ну, это вот такое еще хобби есть получается. Что еще? Ну, юмор люблю, но пока в последнее время люблю его смотреть, стендапы, подкасты. Ты со мной стендап. Короче, мой друг, кум, мой соратник по КВНу и по жизни, Константин Большаков, занимается стендапом, вот, и я даже как-то раз участвовал. В открытом микрофоне? Нет, это было, к нам в город поезжали редактора с ТНТ, с Comedy Club Production, и задача была сделать за два дня, чтобы выступило на мероприятии 30 комиков. В первый день, а во второй чуть поменьше, потому что с первого дня некоторые отсеивались. Вот, ну и понятно, 30 комиков, ну, это надо очень постараться, чтобы набрать, и здесь Костян, как по-братски, по-дружески, предлагал поучаствовать, чтобы, типа, пацаны, мне надо вот добить до 30, там с Сургута приезжали комики, как некоторые, да, вот КВНщики, кто там давно хотел, но никак не было повода попробовать себя в этом, либо желание. Тут оно как бы появлялось, потому что надо помочь другу. Вот, и я как раз таки подготовил небольшой монолог. Это было пятница-суббота, и как раз у меня это были, типа, рабочие дни. И я понимал, что с моим монологом я в субботний стендап не пройду, но у меня там, в принципе, и свадьба, и поэтому главное в пятницу выступить. И вот, я выступил, это был мой первый опыт, и как бы вроде какие-то шутки зашли, там что-то это, но немножко себя неуверенно чувствовал. И вот все, хочу попробовать в открытом микрофоне поучаствовать, но он проходит по воскресеньям, а я только что недавно сказал, что воскресенье – это день семьи, вот, короче. Так ты семьей? На стендап? Да. Ну, я думаю, моему сыну не особо будет интересно слушать там. Ты на выступление залетел, вылетел? Только если дать ему телефон, чтобы он на мультики смотрел. Вот, ну, то есть, нет, хочется, я так-то в юморе, типа, практикую себя, вот, я же готовлю там сценарии для команд КВН, корпоративный КВН, каких-то роликов, еще чего-то. Ну, понятно, когда на меропятии, на самом формате импровизации тоже юмор использую как инструмент, но в последнее время это все сжалось, потому что мероприятия подменяли все и сейчас с юмором поменьше стало в жизни юмора, писать именно юмора. Понял, отлично. А так, ну, люблю, да, юмор. И, кстати, еще импровизация у нас в городе проходит, импровизация команды, да, ну, типа, есть же импровизация на канале интернета, это не связано с ними, но тоже такой же формат, импровизация проходит тоже там по каким-то определенным дням. А когда, где, я бы сходил, следите за информацией в Инстаграме. Чьем? Ну, как минимум у Константина Большакова, как максимум, есть, по-моему, даже страница, типа, импровизация. Да, посмотрю, мне интересно. Пишите ссылку и можно тоже там участвовать, можно создавать команду из четырех человек, там есть раунды, в каждом раунде две команды участвуют, соревнуются между собой. И вот он тоже предложил поучаствовать, там мы там собрали команду и вот ждем момента, когда устроить баттл против еще одной команды. Это здорово. Вот, кстати, Марсель приходил, он тоже участвует в импровизации, и у них своя команда, вот именно театральная, актерами они вот играют. У нас будет своя команда, что-то типа около ведущинская, то есть мы там ведущий будем. Вот, ну посмотрим, что из этого выйдет. Ну, я желаю удачи. Это все нелегко безумно. Слушай, я хочу сказать тебе большое спасибо, что ты пришел ко мне в гости. Мне было интересно поболтать. Ну, я не знаю, мы все твои вопросы. Не, мы же болтали просто, да, я понял. я думаю, мне ничто не мешает. Что? Вопрос. А? Вопрос есть? Давай. Конечно. Почему не монетизируешь юмор через соцсети? А, круто получается, но ты, мне кажется, очень умилен. Ну, ты правильно заметила. Так, тебя тоже слышно будет? Будет слышно твой ответ, не переживай. Почему я не монетизирую юмор через соцсети? Ты имеешь в виду сейчас блогинг, вайны, инстаграм, тиктоки и все остальное. Ну, во-первых, это, ну, у меня нет, я уверен в том, что у меня нет природной харизмы для этого. Это раз. Это, да, потому что ты должен уверенно чувствовать себя напротив телефона, условно. Ну, то есть, ты должен, тебе должно быть это органично. Вот, есть, у нас псевдоблогер, да, некоторые там, не у нас в городе, вообще, ты смотришь на них и понимаешь, что они это делают, чтобы типа вот заработать там количество подписчиков, ну, ты смотришь на них и неорганично, да, и как бы они не, и они могут быть и актерами, и КВНщиками и все. То есть, допустим, ладно, мы возьмем самый банальный пример, это тикток. Вот есть вот эти малолетние, 18-летние, 20-летние тиктокеры, которые там обошли, побили все рекорды по просмотрам и всему остальному. Они все это делают, кривляются там, что-то танцуют, и все, это им органично, это заходит, это набирает популярность. А как только в тикток, в этот же тикток заходят звезды эстрады, типа мы хотим быть в тренде, ты на них смотришь, ну, это блево какая-то, то есть, это неорганично. Ну, они там неказисто, как-то смотрят, полуманно. Если говорить о монетизации, ладно, о монетизации, хотя бы просто о творчестве в пространстве Инстаграма, Ютуб, мне нужно просто придумать формат. Вот Серега придумал свой формат делать подкаст, он и в кадре есть, он все это монтирует, ему это органично, прикольно, весело, классно, интересно. Нужно формат придумать. Возможно, так как я человек творческий, если я сяду вот так вот, надо придумать формат. То ты его придумаешь. Нет. Нет? Ни хрена подобного. Я буду сидеть. Тебе надо просто пробовать. Я пробовал. Ну, у меня были попытки какие-то там создания контента в Инстаграме, я что-то делал, какие-то шутехи пытался там записывать, но это вот так вот, типа пришла шутка, записал и все, и выкинул ее. Ну, сейчас в такое время, мне кажется, можно больше это развивать. Да, да, но... Лень? Ну, чуть-чуть, да. И плюс, ну, вот это, наверное, проблема творческих людей, им нужен какой-то сторонний человек, тире организатор, который будет как бы подталкивать мотиватор, чтобы, типа так, вот тебе сегодня нужно там условно написать 10 шуток, да? Вот ты сел и написал 10 шуток. Потому что тебе надо. А когда мне нет конечной цели, типа я не знаю, для чего эти 10 шуток писать, соответственно, я не сяду их и не напишу, вероятно. Вот. Условно, если бы я занимался открытым микрофоном активно, и мне каждое воскресенье нужен новый материал, я бы сидел и писал, и я понимал, для чего я это делал. Ты понимал, что у тебя есть точка дачи. Да, все, мне нужно, ну, в воскресенье выступить никак. Если ты не выступишь, все плохо будет. Ну, нехорошая идея, да? И как бы, не так как у меня такой нет, конечно, цели, то вот получается. И это опять же, если говорить о зоне комфорта, можно через Инстаграм транслировать себя, как крутого чувака, через юмор, через какие-то вайны, создать себе какой-то образ, придумать себе концепцию своей страницы, и тем самым еще больше публики захватить для мероприятия. Да, это логично. Реклама. Но, опять же, тут я упираю в зону комфорта, типа у меня есть сарафанка, а нафига тогда мне чуть сильнее заморачиваться. И все сидят. Да. Меня рекомендуют фотографы, меня рекомендуют видеографы, агентства, я... Все это хорошо. Да, меня знакомые продвигают, там говорят, вот у нас есть знакомый, там ведущий, там такой-то, возьмите его, плюс те, кто меня видели, плюс там какой-то минимальный Инстаграм, оттуда тоже небольшой чуть-чуть поток есть в заказах. Вот и все. И поэтому ты такой, типа, а зачем мне это делать? И это вот зона комфорта, с которой надо выйти и больше туда не заходить. Вот так. Я ответил на твой вопрос? Да. Ладно. Спасибо, что пришел. Спасибо. Благодарю тебя. Я очень рад был поболтать, увидеться. Спасибо. Много полезного, интересного мне рассказал. У вас красиво. Спасибо большое. Лампочки. Синие, классно. Белые, синие, какие хочешь. Спасибо. Давай, пока. Пока.